Всем привет! Сегодня мы катаемся в Трэнс Андроид по карте Краснолуцк 3.0. Наконец-то эта карта вышла. Очень долгожданная карта. Тут появился трамвай и два новых троллейбусных маршрута. Это 25 и 26 А+. Сегодня мы катаемся на трамваях КТМ-5-7165 по маршруту номер 1 от Красного Хутора до 95-го квартала. Сейчас мы находимся в 95-м квартале. Как-то обычно маршрута указатель стоит неправильно, конечно, указано, но ничего. Ну что ж, этот КТМ-чик, на нём мы уже катались давненько по карте Малавейский трамвай. Поэтому его рассматривать особо нечего. Моделька, конечно, крутая. Супер тут и звуки, и всё это есть. Правда, что-то таблички сзади нет. Ну да ладно, это не важно. Бортовой номер у этого красавца 002. Всего таких трамвайчиков, таких красавцев 10 штук. 003 списан. Стоит в депо. Кстати говоря, через депо мы будем проезжать. И так же будем проезжать мимо строящейся ветки. Да. Ну что ж, предлагаю закрывать двери. Всё равно никто не садится. Закрываем двери. Перемещаемся в кабину. Все стрелки переведены по маршруту. Так это нам не надо. Скрываем эти стрелки, чтобы они лишний раз не мешали. Я примерно уже знаю эту карту. Но что единственное, что мне не понравилось на этой карте... Видите, какие тут повороты. Чем-то на ГТА-шку похожи, честно. Там в метро такие. Да и не только в метро. Там любые рельсы такие. Ну ладно. Это только на одной конечной. Слава Богу, все остальные рельсы очень-очень крутые. Ну что ж, предлагаю отправляться потихоньку. Вот даже этот же поворот. Хорошенький, ровненький почти. Ну да ладно уже. Ничего страшного. Так, мы отправились потихоньку. И вот первая наша остановочка. Открываем все двери. Как это обычно. Дверь открывается на ходу, даже когда трамвай не остановится. Это в пределах нормы. Поэтому закрываем дверки. Открываем все. Так. Включаемся в кабину. И насколько я помню, долгое прямая, длинная прямая, эстетичная. Ну-ка, давайте светотехнику посмотрим. Вот в тот раз, помаловее. Как я когда-нибудь попалась. То мы светотехнику не смотрим. Так. Лишний свет. Лишний свет. Ну ясно, понятно. Ага, не очень уж тут. И прямая тут у нас... Ага, это не наша троллейбусная остановка. Так, мы все равно на повороте притормаживаем. Так. Где текстура, я не понял. Где окружение? Алло, гараж, привет, ку-ку. Сим-сим, появись. И снаружи надо включить. Эй, алло. А опоры где? Контажка в воздухе висит, прикиньте. Капец. Ну-ка, давайте-ка слетаем. О, все. Мы потихоньку, так вообще не спеша едем. Вот, собственно говоря, и наша остановка. Вообще медленно ходу. Так, ну я вижу, кабина не очень анимированная. А ну-ка. Индикаторы действительно работают. Ага. Ну, понятно. Понятно. Муляж. Открываем двери. Смотрим. Как садятся пассажиры, которых нет. Блин, текстуру... А вот, придет им правильный вопрос, это бесит немного. Как-то двери сильно громко открываются. Так, дадим газку. У меня звонок крутой, конечно. Даже так можно. Но не превышаем. Мы хорошие водители. Не как в серии ProConnector. Водятел. Мы не водятелом. Вообще мы вагоновожатые. Так, что да. Так, притормаживаем. Я вижу остановку. Ну, не настолько же притормаживаем. Ну, что ж тут. КТМчик. КТМчик. Не КТМ тут. КТМ. Открываем двери. Немного не доехали. Ничего страшного. Людей все равно нету. Кстати говоря, вот стопы работают, я заметила. Смотрите, раз, стопы отпустили. Раз, стопы сработали. Хорошо. Конечно, хорошо. Так, сейчас на этой стрелке мы поворачиваем направо. Да. Я также вам, также напоминаю про конкурс. Про число, спрятанное в видео с Connector. И напоминаю, что, назвав, написав это число, в комментариях, и указав его тайм-код, вы можете получить ценный приз в виде платного дополнения для тренинга с андроидом. Поэтому ищите число, смотрите внимательно видео. До этого я заметила, очень-очень быстро мои слова разгадывали. Прям уж очень быстро. Потом требовали допы. И я решила, сложно спрятать, но это там действительно круто запрятал вообще. Там, по-моему, никто не сможет найти, да? Так, еще, еще подойдем. О, так вот стояем-то. А ну-ка, что тут? Тут пересечение с трамваями. Тю, блин, привык, что на Краснолуцке тут только троллейбусы. Поэтому с трамваями. Наоборот, пересечение с троллейбусами. Ну-ка, куда эта линия ведет? А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Я помню, что тут был и до этого этот отрезок пути. Я эти пути закольцевал. И хотел сделать тут не для всех, лично для себя, трафик трамваями. Вместе с картой шли ЛВС-86. Кто скачивал, тот знает. Так, пропустите дорогу трамваю. Дорогу трамваю. Вот, и я хотел, чтобы эти ЛВС-86 в трафик входили. Ну, что-то не сложилось, не сложилось. И тут бац. Узнала, что скоро выйдет. Но вышло не скоро, конечно. А, блин, где контажка? Где контактная сеть, я спрашиваю. Что это такое? Наконец-то контактная сеть появилась. Все, разменяемся. Ой, тут что-то странное с контактной. Вы видите? Или это? Там раздвоение. Одна чешка влево, другая вправо. Один провод вправо, а другой влево. Что это? Что это? Помехи, конечно, бывают. Карта не самая крутая. Честно, если вдруг автор смотрит это видео, потому что, я знаю, он смотрит обзоры на свои карты. Без обид, но Краснодарский троллейбус 2.0 был, честно говоря, круче. В плане, действительно, троллейбуса. По трамваю я точно не прям могу сказать, но даже в плане той же контактной сети она есть и у троллейбуса. Это все знают. Вот там она действительно хорошая была, прям крутая, хорошая. Ну, это видно, что это недоделанное в плане троллейбусов. Это уже даже переделанное, я бы так сказала. Очень хорошее, очень. Да. Кстати говоря, кстати говоря, закрываем двери. Кстати говоря, вот, смотрите. Уже почти 9, а я вот для вас стараюсь, видео снимаю. Хотя мне каждый день в 5 утра в школу вставать. Да. Все ради вас. Все ради вас. Интересно, это остановка наша или нет? Ой, блин, наша. Я знаю, как увидел. Проехали чуть-чуть. А, ну да ладно. На перекрестке. Подумаешь, на перекрестке остановились. Подумаешь, машина соберет. Кстати говоря, вот и само депо. У него очень интересная тут развязка. И вы посмотрите, насколько ровные тут рельсы. Я просто ровнее не видела, честно. Вот, я карты строю. Да, может, кое-кто не знал. Может, многие не знали. А может, и все не знали. У меня есть несколько своих карт. Один проект полностью заброшен. Это трамвай Орла. Я его начал делать, но у меня там все ужасно, все плохо было. И я его забросил. И еще у Скоколей Козы Лещенска. Маловейский трамвай версия 2.0. От меня переделка была. Вот. Собственно говоря, вот. И я тоже, как бы, карта строитель. Меня можно назвать юный карта строитель. Давайте вот третий врезать. Проедемся. Вот. У Фореста сам, вот, даже в самой-самой-самой ужасной карте, он может просто ее улучшить. Тоже мою Ускоколейку Залещенка, Залещенка взять. Ну это ж, как-то, ну что это такое, что ли? Вообще, это ж, это ж ничего, считай. Это вообще, считай, ничего такого. Просто Ускоколейка с несколькими разветвлениями и депо. Все. А от Фореста сам, это действительно крутая, хорошая Ускоколейка. Ускоколейка. Да, правда, она с Фореста сам, и так, че, че такое? А, я закрыть нажал, все двери открыли. Правда, с Фореста сам, оно лагает жутко. Но все-таки на хороших, мощных устройствах оно-то пойдет. У меня дрызчик. Дрызчик. Вот. А так на мощных устройствах пойдет. Вот, тут, наверное, в депо. А, вот, ладно. Вот, еще, видите, что, что это, что это? Это на какое-то там шоссе, не помню какое. На какое-то шоссе. Я помню. Поворот, там тоже разворот. Разворотное кольцо, все такое. Ну, да. По... Все тут включили. Да, господи. Но туда, как заявляет автор, никаких маршрутов не ходит. И я подозреваю, что это просто будущее ветка. Хотя там уже кольцо построили. Вот. И мне почему-то кажется, что будет ветка продлена. Так, эту установку кража. Никто не уходит, никто не заходит. Это правило такое. Если никто не уходит, а никто не заходит, значит, останавливаться не обязательно. Так вот, на красном хуторе есть ответвление, в общем говоря. И рельсы ведутся никуда. И мне почему-то кажется, что там все-таки продолжение. Потому что мало ли. Потому что краснолузский трамвай, троллейбус. Это все, все. Это просто начало, начало заложения троллейбусов в трейнс-андроид. Были, конечно, карты и раньше, естественно, до краснолузского троллейбуса. Целых две штуки. В природе всего существует три карты троллейбуса. Представляете, все лишь три троллейбусных карты. Что это такое? Я абсолютно с вами согласен. И краснолузский троллейбус, он бывает, допустим, карты теплоходных. Но их не бывает, конечно, ну да ладно. Ну, допустим, и будет, ну, какая-то там мизерная два метрика. Понимаете? А вот краснолузский троллейбус, он в своем роде считай единственный. И он настолько велик и величав. Вы понимаете? У него сколько? Двадцать. Двадцать шесть маршрутов. Вы себе можете представить. Двадцать шесть троллейбусных маршрутов плюс три трамвайных. Двадцать девять маршрутов вета городского электрического транспорта. Отменно, извиняюсь. С появлением этой карты у меня постоянно такие сообщения приходят. Потому что эта карта очень тяжелая, несмотря на то, что весит всего лишь гигабайт. На секундочку. Ивановск, по которому у меня достаточно много видео, весит два гигабайта. Но в Ивановске, мне почему-то кажется, несмотря на то, что он 5 гигабайт в распаке, то он почему-то, мне кажется, более легким для телефона, как бы это парадоксально не звучало. Да. И тем временем мы уже которую остановку проезжаем. Скоро уже приедем на конечную. И, кстати говоря, скоро мы опять пересечемся с троллейбусной линией. А точнее мы сможем увидеть конечную поликлиника четвертого-пятого маршрутов. Каких еще там? Восьмого, по-моему, еще. Так, постановочка. Тормозим. Я говорю, тормозим. Так. Ну, не доезжать тоже не надо. Вот, тормозим. Все. Открываем все двери. Я сказал, открываем все двери. Я сказал, открываем. Вот, все. Так бы сразу. Так. Вот открывается вагончик. Отбортовым номером 0 до 2. Я недавно одно стихотворение под себя переделал. А вот попытайтесь уводать по моей переделке. Какой? Однажды в студеную зимнюю пору я из дому вышел. Был сильный мороз. Гляжу, поднимается медленно в гору автобус, везущий людей полный воз. Водя аккуратно, в спокойствии, чинном, сидит за рулем пожилой мужичок. Здорово, парнище. Уже не парнище. Коль велик ты, я погляжу. Что-то такое. В общем, попытайтесь догадаться. Но это очень просто, очень банально. Но все-таки. Я там переделываю ее несколько раз. Я делал переделку на переделку на переделку. Ну, в общем, так вот все запутанно у меня было. И вот финальная версия. Хотя у меня там еще длиннющее продолжение было. Ну, не у меня, а у поэта. Конечно же. Конечно же. Имеется в виду продолжение моей переделки было длиннее. Вид от третьего лица, как говорится. Все, сейчас мы поворачиваем. И за поворотом будет, так я сказал, закрываем дверь. И за поворотом красным будет наша конечная красный ход. Ну что ж, вот опять мы встретились с ГТАшными этими рельсами. Рельсы, шпалы. Как колеса вообще. Как это колеса где-то, я не понимаю. Я бы не вытерпела такого на селе. Какая тут контактная сеть интересная. Ё-моё. Ну, видите, белые столбы. Никогда таких не видел. Так, ладно, нажмем чуть-чуть. Блин, контроллер. Нет. Я не верю. Хотя, моделька кабины очень круто сделана. Прям очень круто. Просто похлопать стоя надо. Автором данной модели, кстати говоря, вот троллейбусная линия. И вон вдали виднеется конечная поликлиника. Если вы вдруг захотите, чтобы я прокатился по краснолуцкому троллейбусу версии 1.0, то давайте наберем 5 лайков. Я попробую скачать, и мы поиграем вместе с вами по этой уже старой, надеюсь, незабытой карте. Да, именно с неё я начинал путь блогерства по тренцентру. Хотя я начинал с карты Украинские Карпаты, но... Но... Я также, как вы помните, много снимал троллейбусов. Ну, не прям много, конечно, поездов, но всё-таки я их снимал. И в настоящее время достаточно трудно найти карты троллейбусные. Особенно такие, чтобы ещё твоё устройство тянуло. Я помню, вот я с краснолуцким троллейбусом 1.0 игрался, и мне казалось, что 9 маршрутов, ёпты-мопты. Это ж сколько много, это ж... там сколько ж кататься можно. Всё, мы остановку проехали. Сейчас на перекрёстке остановимся, надо хоть переехать. Скажем пассажирам, что это новое место остановки, что то посчитали, что это небезопасное место. И сказали в дирекции нашего депо, сказали, чтобы мы останавливались здесь. Будем оправдываться перед пассажирами. Ну-ка, кондашку посмотрим. Ух ты! Это как будто бы с большой железной дороги взято. Очень на это похоже. Прям очень на это похоже. Закрываем двери. Так. А вот, собственно говоря, мы всё ближе и ближе к нашей конечной остановке. Поближе к разворотному кольцу. У нас, я помню, теперь поменяется. Кстати говоря, вот остановочка. Ну да-да, всё это уже, считай, конечное. Там, кстати говоря, на конечной стоит тоже. Ух ты, какие рельсы кривые. Вы это видели? Я хочу уж прокатиться обратно. Честное слово. А-а-а! А-а-а! Назад, 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 назад! Я хочу по этим кривым рельсам прокатиться, как тут физика реализована в тренде. Потому что я, когда-то, физику тут нахваливала. Ещё давным-давно. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас как раз-таки и проверим мы. Я знаю, что в тренде там в двенадцатом, в девятнадцатом, в двадцать втором тренде даже. Так, чё я дверь не открыл, спрашивается. Там, я знаю, реализованы кривые пути, и на них достаточно хорошо так мотает. Мне вообще интересно, тут мотает ли или нет. Знаете, это испытаем. Как раз-таки, я вот помню, на карте УЖД Шахтинска, или Шахтинска, извиняюсь, если неправильно сказала, там на кривых путях мотало. Действительно, там были участки с кривыми путями, и там действительно мотало мою тушку, ту семь, тушку. О-о-о! Кривые пути, реально. Вот, смотрите, наш побратим. Вот, кстати говоря, то самое заветное, скажем так, ответвление строящейся ветки. Вот вновь кривые пути. Да, увы. Давайте посмотрим, как появится. Синяя колес. И затормозил чуть-чуть. Все, открываем. Все двери. Так, а что, на паузе? Так. Будь здоров, спасибо. У него там что-то произошло, он стоит-то тупо. Ну, ладно, пусть это тупо, а мы будем отправляться просто сами. В общем говоря, у меня почему-то полетела запись, полетел трейнс. Вот, все такое начало вылазить, все паузится, все виснет. В общем, я дико извиняюсь, что пришлось прерваться. И давайте-ка сейчас посмотрим на поведение трамвая по кривым путям. Разгоняем наш вагон. Во, кривые пути пошли. Ух ты, как матает. Ух ты, пух ты. Матает, блин. Теперь задним едем. Капец. У меня трейнс полетел. Ну что ж, ну, на такой вот ноте я предлагаю заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Пока.